Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка для модернизации ноутбука Toshiba A661EM. При смене процессора с Core i5 на Core i7 понадобилась термопаста. Та термопаста, которая поставляется непосредственно с процессором китайской. Мало доверия. Также заказана была термопаста 4 грамма Arctic MX4. То есть пришла вот в таком вот варианте. Тоже самое в желтом пакете, но и при вскрытии было плотно упаковано, поэтому случайно задели упаковочку. Вот так бы здесь еще закрывалась. То есть новая упаковка у них идет. Так, ну и внутри находится шприцик с четырьмя граммами. Ну и давайте проверим, как эта термопаста влияет на смену. То есть термопаста не менялась со дня покупки. То есть 2011 год. Это февраль месяц. Прошло уже восемь лет. Ну и давайте сопоставим результаты до модернизации через теста или экстрема. Ну и уже с заменой непосредственно процессора. Ну немножко это будет конечно отличаться, но процессоры сами по себе максимальная температура 105 гауссов. Ну и посмотрим какие температуры, как повлияет, получится ли сделать из сателлита Cosmium F60140. Так, давайте протестируем на температуру процессора в стопроцентном режиме, но в течение где-то пяти минут. То есть температура установится. Для этого используемся AIDA64 стандартным тестом. Так, ну и старт. Субтитры создавал DimaTorzok Так, вот у нас прошло пять минут. То есть процессор под нагрузками мы видим температуры логических ядер. Ну где-то температура от 60 до 75 колеблется. Ну и видим SSD накопитель твердотельный. То есть от 30 до 35. так дальше вентилятор процессора. Вольтаж. Дальше ваты сколько потребляет. Время. Так, ну и статистические данные. То есть как видим максимум 77 градусов. Да, температуру держит процессор Core i5-460M до 105 градусов Цельсия. То есть вот видим результат. Так, ну и не останавливаем процесс. Так, ну и мажем пасту. Так, пасту мажет каждый сам по себе. То есть доказано, что без разницы каплей, пятью каплей размазывать и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, давайте протестируем термопасту Arctic MX-4, которая была установлена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единственное, здесь данные могут быть недостоверны, связаны с тем, что в предыдущем варианте мы тестировали пасту, которая была установлена непосредственно во время покупки, ну или производства ноутбука, на процессор i5-460M. Сейчас здесь стоит новый процессор i7-640M для улучшения производительности. То есть Toshiba Satellite A660-1EN превратилась в Toshiba Cosmeo F60-140. Ну и давайте тоже запустим тест температурный на 3-5 минут и посмотрим, как справляется паста и система охлаждения данного ноутбука с процессором i7-640M. Ну и заодно проверим пасту. Продолжение следует... Так, итак, вот у нас прошло 5 минут. То есть, я думаю, этого достаточно, чтобы определиться с температурами. Да, сразу же хочу сказать, что паста не свежая. В смысле, 3 дня, как уже она установлена. Ну и компьютер работал 7-8 часов в эти 3 дня. Как в обычном режиме, так и под нагрузкой. Поэтому достоверность сравнения. То есть, уже адекватно. Ну, конечно, не 8 лет данная паста прослужила. А всего 3 дня. Но все же, да, и насчет процессоров. То есть, i5 и i7 входят в одно семейство. Ну и у них потребление 35 Вт. Причем реальная на 20-30 меньше, то есть, 25 Вт. Поэтому единственное отличие, то есть, только в частоте. То есть, если в предыдущей версии там было 2,5 до 8. И для герцов разгонялась вот здесь. От 2,8 до 3,4. По одному потоку. Так, ну и останавливаем. Так, смотрим остальные параметры. То есть, охлаждение, вентилятор. Потребление. Нагрузка. Время тут. Так, ну и статистические данные. То есть, температура минимальная 42, максимальная 77. По одному потоку, по одному ядру. Так, 62,9 средняя. Ну и по второму 38,76. Средняя 61 градус. Так, максимальная нагрузка вентилятора ноутбука. Максимум 2755. Минимум 2750. Максимум 4000. Средняя 3432. Так, ну и остальные параметры по необходимости. Так, ну и потребление, кстати, вот. Минимальная 6,98. Максимальная 22,49. Ну, а в средней 16,2. Сейчас уже меняется. То есть, вот такие вот результаты мы получили. В результате замены термопасты. И замены процессора с i5-460 на i7-640M. Так, ну и результат хороший. То есть, ноутбук сателит H660-1EM превратился в косиму F60-140. Так, могу рекомендовать из замены термопасту Archi-Cool MX-4 при модернизации компьютера. Ну и... Результат хороший. Потому что у двух этих ноутбуков я имею в виду вот этого сателлита и ноутбука Cosimo. По сути, одна и та же система охлаждения. Единственное отличие в дизайне немножко. Там красная крышка и красный кан вставлен. Так, ну и разъемы там USB немножко расположены в других местах. То есть данный ноутбук справляется с i7 640M поэтому можно устанавливать без проблем и работать на нем еще некоторое время. Позволит выполнять задачи. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок распаковок до следующего видео и до свидания.